Задача о переправе. Задача о понтонной переправе. Рассказываю, в чем она состоит. Представьте себе, что у вас есть берег левый и берег правый. И между ними надо пройти при помощи мостами. Вот если расстояние равно единице, то ситуация абсолютно понятна. Рисуете одну клеточку и все. Если расстояние равно двум, то есть такой способ. Нарисовать одну клеточку и вторую клеточку. Согласны? Да. Отлично. Если расстояние равно трем, то уже можно придумать вот такую картинку. Раз, два, три, четыре. Это у меня третий вариант. Раз, два, три, четыре. Это у меня четвертый вариант. И наконец раз. Раз, два, три, четыре. Это у меня пятый вариант. Нарисовать все пять вариантов понтонной переправы. Прошу. Разумеется, каждый следующий понтон должен, что называется, пересечься хотя бы по одной клеточке с предыдущей. Потому что иначе мы вынуждены будем... В общем, по углу нельзя. По углу категорически нельзя. Один вариант я вам сразу нарисую сам. Это просто-напросто вот такая, да? Понтон из четырех клеток. Второй вариант, давайте я вам тоже нарисую. Это понтон из трех клеток и еще один понтон из двух клеток. А вот дальше, пожалуйста, вот. Проверяем, проверяем. Вот эта конструкция запрещена. Потому что здесь у вас понтон из одной клетки. Это категорически не то. Эта конструкция по той же причине запрещена. Эта конструкция правильная. Эта конструкция правильная. Отлично. Значит, давайте я поставлю плюсики. Садись, садись. Там, где хорошо. Это плюсик. Это плюсик. Так, а здесь мне нужно, чтобы кто-то вышел. Хорошо, чтобы кто-то вышел и нарисовал. Значит, две картинки еще есть. Две системы этого самого понтона. Да-да-да, прямые, вертикальные, это все хорошо. Так, что у нас еще есть? Нет, стоп. У нас выходит, разумеет. У тебя уже вышло. Уже все, понтон уже вышел. С первой клеточки ничего делать не надо. Интересно, что дальше лист. Все, садись, неправильно. Хорошо. А что, молодец, догадался. Догадался, это три понтона, каждая из двух клеточек. Такого еще не было. Да-да-да, очень хорошо. Три понтона, каждая из двух клеточек. Вот если бы еще одну картинку, было бы совсем здорово. Какая картинка еще? Так. Так. Оно повела. Она уже была. Все картинки с доски надо себе перерисовать из кратинка. Понтоны могут пересекаться больше, чем по одной клетке. Отлично. Отлично. Надеюсь, вы поняли, что я сейчас от вас хочу. Чтобы мы стерли. Вам, разумеет, придется рисовать новую картинку, а я ради экономии времени сотрудаю. Чтобы мы в то же самое дерево каталана вырисовали бы пантомные переправы. Как только мы это сделаем, получится, что задача о пантомных переправах это в точности задача, которая в качестве ответа дает число каталантов. Я, разумеется, сейчас начну и надеюсь, что вы догадаетесь. Ребята, огромная просьба. Опять, большая картинка, там на две страницы желательно. Итак, рисуем. Вот один и один. Что это означает? Это означает очень простую вещь, что я должен сюда нарисовать одну клетку, и сюда я должен нарисовать две клетки. Согласны? Сюда я должен нарисовать две клетки. Отлично. А вот теперь интересная штука. Что рисовать там, а что рисовать слева? Это зависит от того, из какой из этих картинок пойдет, так сказать, два варианта, а из какой из этих картинок пойдет три варианта. Давайте мысленно. Если я уберу вот этот последний столбец, просто я уберу и мысленно стираю самый правый столбец. Скажите, пожалуйста, вот давайте эту картинку надарем А, эту картинку надарем Б. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что здесь у меня возникнет картинка Б? Вот, замечательно. А здесь возникнет картинка? Б. Мне кажется, что тоже Б. Мне кажется, что тоже Б. Так, а вот здесь точно возникнет картинка А. И здесь возникнет картинка А. А здесь Б. Господа, все, решение принято. Вот это я рисую сюда. Вот я сюда рисую такую штуку. А сюда, я уже берега не рисую, понятно, да? Считайте, что все уже догадываются. Отлично. Отлично. Теперь, у меня есть пять картинок, надо понять, каким образом эти пять картинок разумно расположить. Ребята, посмотрите, любому из вас понятно, что есть такой способ, как длинная-длинная штука. Согласны? Да. Когда у меня есть длинная-длинная штука, давайте я ее сюда нарисую. Вот она из четырех клеток. Раз, два, три, четыре. И наоборот, когда у меня она такая вся из себя, каждый раз по две клеточки, давайте я ее нарисую сюда. Мне кажется, что более-менее понятно, что, скорее всего, так и будет, да? Вот. А теперь интересный вопрос. Как еще действовать, чтобы при обрезании последней клетки приличалась такая штука? А вот так, я знаю, так, а здесь штука из трех клеток. Идею поняли? Обрезаешь последнюю клеточку, и реально получается вот это. Отлично. Теперь, когда обрезаешь последнюю клеточку, чтобы получалось три. Один из самых простых способов такой. А еще какие есть две картинки, что при обрезании вот этого последнего ряда получаются эти самые клеточки. Значит, есть такой вариант. Три клетки. Три клетки. И здесь вот одна. Пририсовывается вот здесь вот две клетки. Пририсовывается здесь три клетки. Я пока, к сожалению, не вижу, что называется, как все это, по какой системе это делать. Но давайте, тем не менее, попытаемся, давайте, тем не менее, попытаемся это делать. Значит, итак, здесь вот я пририсовываю три клеточки. Господа, слушайте, а до меня постепенно доходит. Есть такое понятие, как нижняя площадка. Вот смотрите, вот здесь вот, самая нижняя из двух клеточек, а здесь она из трех, здесь из двух, здесь из трех, а здесь самая нижняя, аж из четырех. Все, по-моему, я понял идею. Поняли смысл, да? Да. То есть я беру и пририсовываю, чтобы стало на единицу длиннее, но в одном случае нижняя площадка будет из трех. Я даже знаю, как это легко сделать. Надо перерисовать вот эту штуку, перерисовать ее один к одному, да? Перерисовать ее один к одному. И пририсовать, смотрите, чтобы было три клеточки. Прерисовал. А здесь то же самое. Та же самая штука пририсовывается. Все, все, все. Мы полностью разбрались в ситуации. Прерисовывается, пририсовывается. Так, нет, давайте начну повыше. Значит, итак, это я перерисовал вот эту штуку, и пририсовываются еще две клетки. И в результате вот эта вот нижняя площадка состоит здесь вот из двух клеточек, а здесь она состоит из трех клеточек. Отлично, все, я все понял. Теперь, чтобы вот сюда нужно нарисовать нижнюю площадку из двух клеток. Каким образом сделать нижнюю площадку из трех клеток, я еще не объяснил, а на самом деле это очень легко. Это надо перерисовать. Вот эту картинку один к одному, без ошибки, да? Так, 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 отлично. Но просто пририсовать одну клетку. Тогда понятно, что возникает нижняя площадка из трех клеток. Я ее уже нарисовал, я сейчас ошибся. Второй раз нарисовал то же самое, иди сюда. Итак, повторяю, что нужно сделать здесь. Нужно перерисовать, во-первых, эту картинку один к одному. Повторяю, в одном случае нарисовать две клетки, это будет сюда. В другом случае нарисовать три клетки. И, наконец, в самом последнем случае, бывает вот так, да? Бывает вот так. И, наконец, бывает вот так. Да, все правильно? Все правильно. Так, может, я даже не буду подложить? В смысле понятия, да? Да. Вот. Значит, в качестве упражнения. Давайте пронирую вот эти картинки. Один, два, три, четыре. И прошу вас выйти и нарисовать в точности эти четыре картинки. Молодец. Первая картинка действительно такая. Нижняя площадка состоит из двух клеток. Рисуем. Не просто смотрим, рисуем. Молодец. Нижняя площадка состоит из трех клеток. Теперь должна быть площадка из четырех. Да, да, да. Совершенно верно. И сейчас будет картинка. Интересно, догадается или нет? Можно. Конечно, можно. Можно. Теперь правильно, интересно, вопрос, неприятный. А, извините, а как тогда будет рисоваться из пяти клеток длинная полоска? Куда ее девать? Такое вообще. Что? У нас уже есть такое начало. О, так а я же здесь был неправ. А я же здесь был неправ. Помните? Народ. У меня здесь она четыре этажа. И здесь она четыре этажа. Ух ты ж. Смотрите, здесь вот у меня два этажа, два этажа и один этаж. Вот здесь вот у меня два этажа и один этаж. Помните? Да. Я был абсолютно неправ. Я не имел права все время рисовать одно и то же количество этажей. Господа, исправляем, срочно исправляем. Я глупость полную нарисовал здесь. Надо было, смотрите, вот здесь вот прерисовывается из двух, замечательно. А здесь надо было просто пририсовать одну клеточку. И тогда нижняя полоска состоит из трех. Как интересно. А, нет, здесь правильно. Здесь у меня три этажа, а здесь два этажа. Отлично. Значит, все-таки, какой же правильный ответ будет здесь? Пять. А? Просто пять. Просто пять клеточек. Так, поскольку видно, что мы, извините, запутались, давайте-ка сделаем так. Здесь у меня будет пять, шесть, семь. Это будет последний. Сделаем пять, шесть и семь. Кто не побоится, выйдите правильно нарисовать. Хорошо. Быстро перерисовываем наши все, перерисовываем одну картинку три раза. Молодцы, побежали.